Дорогие друзья, шалом алейхем! Когда мы видим единство, нам очень нравится. Потому что там, где есть единство, там присутствует божественное благословение. Мы знаем, что святости Всевышней находятся там, где есть мир между людьми. Когда община вместе, там нет напряженности, нет ненависти. И это очень хорошо. Однако мы должны всегда помнить, что несмотря на то, что единство это хорошо, что все вместе, надо обратить внимание на каждого человека индивидуально. Смотреть каждого отдельно. Обратить на него внимание, признать его и говорить об этом. Потому что если нет индивидуального отношения к каждому, со временем человек становится часть большой группы людей, и он начинает чувствовать, что можно и без него. Кроме этого, он может останавливаться на одно место. Если на него не обращают внимания, если он не отдельный человек, и мы это не признали и не говорим об этом, это может остановить его духовный рост. В нашей главе недели говорится об этом. Глава на СОО рассказывается о лидере колене Израила. 12 лидеров колене Израил, которые принесли подарки, жертвоприношения для жертвонных. Каждый принес одно и то же. Серебро, золото в один и то же количество, корова для жертвоприношения и так дальше. Каждый принес одно и то же. Но Тора рассказывает про каждого отдельно. 12 раз повторяются одни и то же подарки, которые они дали. И спрашивается вопрос, почему Тора не говорит, что все 12 лидеры колене Израил принесли золото, серебро и так дальше. Почему надо повторить 12 раз одно и то же? Любавический ребер объясняет, что причина, почему повторяется 12 раз одно и то же, потому что на самом деле это не одно и то же. Каждое колено, которое принесло эти подарки, это отдельная история. За каждый подарок, который принес глава этого колена, стоит чувство, мотивация, внутренняя борьба, энтузиазм, и он другой у каждого. Физически оно выглядит как одно и то же. Но на самом деле каждый подарок, он очень индивидуальный, он очень особый, и Тора признает каждый из них отдельно и говорит нам об этом. И это для нас очень большой урок, что несмотря на то, что кажется иногда, что все вместе и все делают одинаково, нет такого одинакова. Может быть физически оно выглядит, что оно одинаково, но на самом деле оно очень индивидуальное. каждый человек, который что-то делает, он это делает по-другому. его душа по-другому отнесла скетам. Вот эти внутренние его причины, мотивы, внутренняя борьба, как он это сделал, почему он это сделал. И вот эта духовная часть любого действия надо признать. И когда мы признаем, мы помогаем этим людям подняться выше в духовном, и что они тоже поняли, что они очень важны и очень нужны. Получается, что надо балансировать между единством, община должно быть вместе, любой, даже компания должно быть вместе, семья должно быть вместе. Но с другой стороны, надо всегда помнить индивидуальное отношение к каждому, особенно когда речь идет о семья. Для главы «семья» важно, что был мир, что все дети были одинаковые, хорошие, что они делали домашние задания, что они уважали папа и мама, что они делали себе хорошо. И он сидит за стол и говорит, у нас лучше семья. Мы все вместе, мы любим друг друга, мы един. Слава Богу, Баруха Шем. И он забивает о том, что каждый ребенок – это отдельная история. Они, может быть, делают одно и то же, но у каждого есть свои причины, как он это делает. Не всем одинаково легко это сделать. У каждого есть борьба, какие-то противоречия, одному легко, другому сложно. И надо всегда индивидуально говорить о каждого, признать каждого отдельно, и после этого будет очень правильное, эффективное единство. Вот этот баланс – это очень-очень важное в любой ситуации в жизни. Зайд гизунт. Шаббат шалом.